Омега просто на проблеме вращения Омега задана, Омега-4 у нас задан Так, это имеется ввиду против, да, часовой настрелки? Да, часовой настрелки, да Омега-4 Если задан Омега-4, то можно найти ВЕ Омега-4 на L4 Так, Омега-4 Вон на той доске пиши, чтобы не загорались люди Омега-4 дано Омега-4 3 единицы А чтобы найти ВЕ на Омега умножить Скорость равна угловой скорости на радио Формулы у нас запомните ВЕ Так, сейчас ВЕ Решите? Да можно, короче, формулы у нас смотрели Омега-4 Омега-4 На 0,8 На 0,8 На 0,8 Да Ну посчитай, что он 2,4 Ой Ничего-то, правильно Ну и 2,4 Давайте Давайте И вот самое главное, что это ВЕ напиши, не просто В, ВЕ А, ВЕ, да И направлено на нас перпендикулярно радиусу А, радиусу 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 ОЕ Вот этому, да ОЕ перпендикулярно вот так вот получается у нас Накрепи некулярно радиусу Это ВЕ ВЕ Вон как ей крышу Крупнее крышу, не крышу Не буду видеть Умм Теперь, если Е дверется туда Угу То точка А дверется вокруг О1 Там тоже закрепить надо О1 Так Так Она движется вот в эту сторону В эту сторону И перпендикулярно в О1 Т.е. перпендикулярно движется Так, давайте запишем, да Нет, сначала нарисуйте Писать пока нечего Так В, А Перпендикулярный разец Там перпендикулярный разец В2 Значит, движется А здесь какому разец? Вот этому Вот так Вот так Это В2 Вот так Подрисуем 90 градусов Так Записываю, да Здесь Или скорость? Что записываю? Пока мы не можем писать Потому что не знаем пока Понятно Теперь мы находим мгновенность Скорость И проводим перпендикуляр Из точки Е Скорость Из точки А Продолжаем радиусы Так Из точки Е Что такое Скорость Это точка Которая В основном Скорость Это центр Вращения То есть Вот 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 Это Я все время пытаюсь Вот Колесо Вращается Вокруг Центр Здесь скорость Сюда направлена Здесь скорость Сюда направлена И все это Перпендикуляр к радиусу В любом месте Только Только здесь Этот центр Мгновенный Поэтому Вот Радиус Перпендикуляр к нему Продолжение Радиуса И здесь Перпендикуляр к нему Вот это Туда Вот Здесь Будет называться Точка С2 И Омега тогда будет Вот такое Омега 2 То есть Они вот так Омега 2 Это означает А треугольный проект У всех получается Либо равносторонний Разнобелен Так просто задача по-доброму Это 60 Это 120 Не 60 Это тоже Никуда не денется Тоже 60 Это Чтобы точка D В середине Если мы опустим Сюда Вот Здесь должно быть 30 А здесь 90 И скорость ВД Вот она вращается Вот я нарисовал Такую И еще одну Вращается Вокруг Вот это А Это D Ну как является Е Наверное, что Е Д А Вокруг этого центра Вот Вокруг этого центра Но только в другой Это мгновенный центр вращения Нашли ВД. Если ВД движется сюда, то точно куда движется? Налево или направо? Так она сюда движется? Сюда движется. ВВ. На выход. ВВ И чтобы найти вращение, вот В, вот Д Теперь, чтобы найти здесь омега-3, надо перпеннигулярно к этому провести, то есть вот это продолжить И вот это продолжить, и там где-то пересекутся Ага, на самом верху, да, получается? Вот так будет омега-2 Так у нас омега-2 не имеется А, нет, омега, значит это будет омега-3, да, омега-3 Вот мы поставили все скорости, просто пока ничего не решали Это только ресурс, да, получается? Да, пока мы просто смотрим, как ресурс себя ведет, как ведет механизм То есть я поставил вот здесь двигатель, начинаю тянуть Это поехало сюда, это поворачивается сюда, это сюда, это сюда, если это сюда, то это тоже тянется сюда А центры вращения на перпендикулярах Это на этом перпендикуляре амега-2 А этот ВД и ВВ на перпендикуляре, вот так продолжить туда И просто место Да, да, понятно Мы разобрали, как он работает После этого, как мы разобрали, теперь надо только посчитать То есть вот это, то есть рисунок, если вот Ну вот так, понятно, вот, не знаю А сложность возникает именно вот с этими уголовыми скоростями Почему сложность-то? Вот, можно вопрос? Да Вот В-4 мы изначально произвольно выбираем, например Не, да, 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 да Да, 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 да Да, 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 да Да, 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 да Ну, можешь его наоборот сделать Можешь по часовой нарисовать Тогда всё в одну сторону будет Ничего не изменится Но по задаче написано, что Против часовой стрелки Вопрос У меня ещё раз Перпендикуляр я беру именно с той оси, которую мне дают, да? Нет, перпендикуляр к скорости Но скорость вращательности Это же ведь вокруг этого центра вращательности Она вот так же показывает по перпендикулярам Вокруг этого тоже по перпендикулярам Поэтому, у меня нельзя спросить, тоже на перпендикулярах лежит Это же вот эта скорость Это для этого длина А для этого длина Мы должны Разбить Ого Вот Можно Ну, для чего Ну, для чего Ну, для чего можно, да Зайти Ну, я пришёл и спрашиваю Вы сюда пришлите, да? Наш, наш человек Ну, чего-то не было Ну, он вот так вот Ну, так вот Ну, так давай Все 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 скорости одинаковые Если такого, как у нас, это вращательность Вращательность Все Вращательность Все Что? Да момент вращается вот это вот вращать это вращать вас проверить потому что это явно сейчас остается только считать а теперь остается проектировать мы проектируем на ось и почему именно эту ось берем по направлению стержень а стержень у нас у нас есть теорема что проекция скоростей точек тела на линии соединяющие эти точки должны быть равны то есть тело твердое в направлении тела оно должно двигаться одинаково как бы оно не вращалось в этом направлении у него скорость одинаковая они вообще скорости все разные но в направлении тела проекция одинаково в этом направлении поэтому берем здесь лось и проектируем проекция на x2 абсолютно твердое тело не может в этом направлении любая точка двигаться с другой скоростью да да поэтому проекция на x2 должно быть что в е здесь угол 30 градусов так как он будет в е 30 вд у нас совпадает а то есть мы ничего не пишем да ну что это, допустим, смотрелось да, допустим, смотрелось да, допустим, смотрелось и ВА а ВА у нас это тут тоже 3 да 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 это почему получается? потому что, вращаясь вокруг этого вот этот радиус это же вот это равно ИЛ2 это ИЛ2 и это ИЛ2 а если радиусы одинаковые то есть как вот здесь то есть скорости одинаковые поэтому означает, что ВЕ и ВА то есть ВЕ равно ВА равно ВЕ потому что они на одном радиусе находятся по отношению к центру вращения а ВД чтобы найти ВД ВД равняется у нас ВЕ известно, да? ВЕ на 860 вот мы нашли вот эту мы посчитали по тупой формуле потом спроектировали, нашли эту скорость, нашли эту скорость ВД теперь можно найти ОМЕГА2 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 равно либо ВЕ вот на этот радиус, либо ВА на этот радиус да? ОМЕГА2 ВЕ на Л2 потому что радиус Л2 треугольник то есть нашли скорость и нашли угловую скорость звена ОМЕГА2 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 здесь Л2 я имею в виду вот это и здесь тоже вот это вот это Л2 потому что тут 60, 60, 60 теперь, значит, чтобы найти скорость точки В я беру вот проекцию теперь вот на это направление на Х3 опять по стержню они должны быть одинаковые в этом направлении должны быть одинаковые проекции содержим вот эту вот эту и вот этот угол 30 градусов должен получиться а вот этот должен получиться 60 потому что 30, 30, 60 и поэтому проекция на Х3 равняется ВД на косинус 60 равно ВВ на косинус 30 ВД у нас известно мы находим ВВ ВД ВД нашли В косинус 30 на косинус 60 ВД равно ВЕ на косинус 30 то есть будет которая нам вот задана фактически мы его нашли то есть она фактически задана ВЕ на косинус 30 значит косинус квадрат 30 на косинус 60 тут только чистая арифметика мы проектируем и исходим с того, что направление стержня движения одинаковые теперь стоит найти Омега 3 Омега 3 Омега 3 равняется вот этому это самое дальнее которое мы не можем это получается она вот сюда стержень litres ну вот это стержень вот такой вот так у тебя точка Д а вот так точка В ВВ у тебя вот такой а ВД у тебя вот такое и вот они здесь этот перпендикуляр вот так вот получается ну как вот к этому перпендикулярному Мы уже его проводили И здесь перпендикуляр я пройдёт вверх То есть один перпендикуляр пойдёт вертикально вверх А здесь перпендикуляр сюда Если правильно построить То здесь будет треугольник Здесь будет 30, здесь будет 120 А треугольник будет равносторонний Значать, что вот это вот Это равно этому, и это равно L3 Это L3, и это L3 Что важно построить, да? 120, а вот здесь по 30 По 30, да А нам нужен вот этот радиус DC3 Аммега 3 Вот что там должно наверху быть Вот оттуда до туда И вот тут перфинникуляр Здесь 90 и 30, 120, а там тоже 30 получится И вот эта точка, вот эта аммега 3 Надо разделить вот на этот радиус Радиус равен вот это L3 Вот если я проведу Вот это будет L3 на косну 30 И это будет L3 на косну 30 То есть радиус будет 2L3 на косну 30 Поэтому Аммега 3 равняется V D V D 2L3 на косну 30 Ну, просто что-то получается Что Нет у вас навыка Арифметики Забыли вы Эти пропорции Трёвболь А в шипе Почему мы берём ВДА и ВДА? Ну потому что мы вот это радиус ВДА и ВДА Или можно ВДА и ВДА Или можно ВДА и ВДА Или можно ВДА и ВДА Все одно и то же Как хотите Вот мы нашли все Теперь Чтобы найти Амега 1 Амега 1 ВА на L1 Да И все нашли Нужно все угловые скорости найти, да? По условиям Нашли все угловые скорости И видно Как меганин двигается То есть тут Все передачи Это Звено вращается Вокруг этого центра Это Звено Это Это Вокруг того А эта дверца поступает Вот так Когда нарисуете Будете видно Валер